Здарова, друзья! Сегодня мы с вами будем подниматься с нуля, но не просто так, потому что сегодня мы с вами закажем вип-сопровождение, в котором нам изначально выдадут целый сет с МКшкой, ну и сопроводят на пятую карту, где мы вынесем, ну сейчас посмотрим сколько. Итак, X-Razy Metro. Мы уже проверяли сопровождение в прошлом сезоне, но сопровождение было самым обычным. Сегодня мы с вами проверим у них вип-сопровождение, тыкнем закреп, вот так, думаю, смотреть будет удобнее и привычней. Ну и здесь мы видим вип-сопровождение. Пятая карта дает фулл МКшку, фулл сет, дают черное письмо, которое мы с вами откроем, радиация, люди, 450 рубасов, ну и вынос минимальный на минуточку 4,5 миллиона. Это минимум, то есть мы должны вынести именно столько. Это нужно запомнить, потому что если мы не выносим, то можно уже кидать серьезные предъявы. Ссылочку, если что, оставлю в описании. Ну и погнали оплачивать и сразу же в игру. Играть мы, конечно же, будем с фейкового аккаунта, чтобы не было никаких лишних вопросов. Такс, приглосик мы приняли и нас, видимо, уже ждут. Погнали, я тут вообще голый. Здарова, сейчас тебе сет скинут с письмом. Ставим галочку и погнали. Но, как понимаете, патроны покупать я должен сам. Ну, изначально мне дали денег, так что, я думаю, проблем не возникнет. Кстати, я тут подкрутил яркость для того, чтобы это было лучше видно в метро. Не знаю, как вам, красиво или нет, надеюсь, что более-менее. Также кто-то говорил про плохой фпс. Вроде все нормально. Вот реально, вроде все нормально. Так, ну, по-моему, очень ярко. Но, надеюсь, это нормально. Не забудь письмо еще положить. Так, все. Все идеально вроде как. Ну, только непонятно, почему выдали именно подсумок и ремень. Ну, возможно, это какая-то их фишка специальная. Обычно берут либо два подсумка, либо два ремня. Но лучше всего два ремня. Хотя в сопровождении обычно подсумки больше ценятся. Так, ну что, нам нужны только разрывные, я думаю. Этого будет максимально прям достаточно. Ну и какой-то, типа, знаете, микрозакуп. Дело сделаю. Ну, я вроде готов. Ну, а теперь, видимо, начинаем. Я решил задонатить в PUBG, но у меня это, к сожалению, не получилось. Я нашел лучший вариант. И это сайт FanPay. Здесь вы можете купить UC. И на минуточку это дешевле, чем в самом PUBG. Ну и самое главное, что это максимально безопасно. А также FanPay это первая в Рунете торговая площадка для геймеров, работающая аж с 2015 года. Регистрируйтесь, используя вашу почту или профиль ВКонтакте. Выбирайте нужное вам предложение, связывайтесь с продавцом, оплачивайте заказ, и UC-шки будут на вашем аккаунте буквально через пару минут. Ну, а как потратить UC, вы сами уже знаете. Помимо этого, вы сможете купить любой донат в любые игры. Переходите по ссылке в описании, покупайте на FanPay и никаких гвоздей. Так, можно чуть-чуть сделать потише, я думаю. Микрофон мы включать не будем, иначе нас сразу же узнают. Так, давайте будем смотреть на их тактику. Самое интересное то, что нам нужно в радиацию, посмотрим, куда они нас поведут. Так, сповероплэн пустой. Кстати, теперь ставятся метки из-за того, что ты стреляешь. Только не понял, у меня ставится или нет, но надо настроить по-любому. Это очень важно. Давайте, босса, я пойду, пока это... Так, ну, думаю, босс ничего страшного. Но вот МГ-шка выпала, кстати, прикольно. Ее можно заменить, на самом деле. То есть просто взять и... Едьте потом по метрошке. Погонять с ней. Кстати, точняк, тоже зубаки есть. Это тоже круто. Но черное письмо, главное, что мы с гарантией 100% открываем. Правда, мы можем слиться после его открытия. Так что здесь уже совсем другая история. Непонятно, заменят нам его или нет. Семь из костерей. Посмотрим. Упало. Смотрите, если нам не хватает вещей, ну, и лута на 4,5 миллиона, то мы запускаемся заново. Вот это очень интересно. Так что если повезет, наверное, то мы сможем сыграть целых две катки. Так, погнали. Блин, кстати, кайф, то, что те реальные миссии, смотрите, рпшные. Они здесь есть, и их можно вообще спокойно выполнять. Это круто. О, прям здесь, чуваки, прикиньте. Ну, сейчас будет файт. Погнали, погнали. Просто файт. Посмотрим, как они отыграют. Размечтался. Минус один. Как говорится, зов зовет. Тан-тан. С него письмо черное. Чего? С человека черное письмо? Я, кстати, вот сколько закрывал людей. Почти никогда черное письмо с людей не падало. Это вообще странно. Нам сказали лутаться. То есть мы, по сути, лутаемся. Они сейчас за нас должны всех закрыть. Но посмотрим, потому что бывает такое, что, ну, не всегда можно справиться. Мы, по сути, зашли, и мы тут... Ангар. Лестница. Ангар. Лестница. Ладец. Да, лестница залезла. О, это не наши проблемы, друзья. Это не наши проблемы. Под нами бегаете, да? Еще один. Весело. Толеный. Забрал. Блин, они всех закрыли, да? Сейчас парни. МК-шка улучшена упала. Сойдет. Нужна будет, наверное. Хотя, вынеси не смогу, но они нам ее точно выдадут. Все, я тут. Нужно, то, что лут после катки точно выдается. Что-то типы прям вафельные какие-то. Противников оскорбили чуть-чуть. МК-шка улучшена. Так, по-моему, пинг. Вывань, заберешь МК-шку улучшенную? У меня одна. Да-да-да, сейчас вышло. Блин, а так ты тоже хочу постреляться. Смогу ли я это сделать? Стой. Нам еще тут письмо. То есть у нас оно есть, и нам еще тут, возможно, мы откроем целых два письма. Это здорово. Многие просят сами открыть. Еще письмо выпало? Еще одно. Груда. Нам выдали письмо, и выпало еще целых два. Блин, только очень много собак. Кто письма не падает? Мне нравится. Такс. Ну, дверь нам оставили. Самое крутое, это, наверное, открыть дверь. Хотя из нее так-то не особо что-то падает. Понятное дело, там ящики просто покруче. И мне кажется, по кайфу открывать именно черную дверь в метро. Вот там она повеселее. Потому что там, как минимум, есть оружейки, и их открывать уже очень интересно. Сколько можно? Налетают и налетают. Вроде всех зачистили, а собак много. Два чертежа! Вот это вот, ну, как обычный ящик почти. Три кейса, три слитка. Да уж. Да, Радик, неплохо. А, вот они говорят, что неплохо, но, как по мне, именно мне Радик сыпет как-то не очень. Кстати, еще заметил ту самую тенденцию, что именно в этом сезоне радиация сыпет хуже, нежели чем в прошлом. Возможно, где-то что-то урезали. Может быть, совсем чуть-чуть, но урезали. Еще слиток с кейс. Ну, вот видите, им везет, да? А мне что-то, ну, не прям. Нравится все. О, что, еще одно письмо! Второй, иди, дверь открывай пока, что черт. Да, я уж открыл. Там же, ты мне. Кстати, неплохо, насчет черных писем. Вот именно эта катка, это, походу, ну, прям супер. Потому что, считайте, нам выпало три письма с человека, два с ящика, и одно нам выдали. Четыре письма получилось. Все здорово, теперь нам выдадут лут, по сути. Я на всех смачок сейчас накинул, чтобы понял, блин. Я пошел пока, но в ходе вас подожду. Три письма засейвили, прикиньте? Блин, ну, слушайте, так-то письма даже где-то важнее. Так, сможем ли мы все поместить? По сути, да. Так, второй, иди сюда, вот и еще лут лежит. А, еще лут есть. Тогда уже вот так вот. У нас люди топают. Стоп, ищет. Еще черное письмо, да ну. Чего, чит, как? Это рекорд писем, пацаны, ну, прям реально. А че, как много слитков? Много надо, мол, да блин, почему я доел просто. Так, давайте зарядим в пулемет патроны. Все. Ой, на эту, не знаю. Ой, ой, два красных. Ой, как суждают. Без сколько слитков. О, суждаю. Сразу. Ага. Шулейтен бешеный. Слышь, что он крикнул? Я-мое. Нет. Девять слитков. Четыре письма, друзья. Выпало четыре письма. Все, пойдем, пойдем. У нас не хватит самых, это письма. Капец. У нас выкладка уже 6,6. Мне почему-то в этом сезоне, когда я лутался, когда кого-то закрывал, всегда Радка была очень тусклая. Сейчас Радка просто сыпет максимально много. Правда, не совсем все мне выпало, но, видимо, шанс на письма говорит сам за себя. Если письма падают, то выкладка, естественно, тоже будет повыше. Каску стальной фронт и помаз второй слот. Да, броню-то куда пятую? Нет, каску просто на себя повесь, а нам простую скинь. Я тебе ее после катки скинь. Комолите, сколько жетонов. У него пули-к стальная фронт, да. Заберите тогда пус. Я забыл про них и говорили. Так, у нас есть подсумок. А я ему и так броню с подсумком одним давал и ей жгутку. Так. Вот я что ему подсумок дал. Просто максимально пихаем, максимально. Сюда, да, поехали. Сейчас мы еще сможем закрыть, возможно, каких-то людей, если они придут. Я, кстати, особо не следил, но они, видимо, закрыли склада 2 или 3. Не особо было понятно, но не особо много на самом деле. Так, мы, кстати, сможем запихать в себя только... Стой, а почему... Я думаю, почему места нет у меня? Почему 18 птичек? Ну, эти самые твои там учебные. Только такие уже. ПТУшские. Как бабушки говорят. Эти ваши все ПТУ. Ну, давайте. Давайте. Может быть, что-то золотое дропнется? Ну-ка. Понятно, мусор. Давай, это оружейка. Блин. Ну, ладно. А, кстати, пистолет можно захватить. Студенты ГАП называют. Ням-ням. Института редко так называют. Окей. Еще слиток есть. Чертеж есть. Патроны там повыкидывай все эти делишки. Если бы у меня были патроны. Если бы они у меня были. Смотри, ты тоже можешь скинуть, хоть я их скинул. Все, фулл радка у меня. Рабка написал. Блин, кстати, прикольно бы выбить еще Скорду. Типа она сейчас 20 косарей стоит. Но у меня 7, друзья, миллионов. Он забитый. Это рекорд этого сезона. Это уж точно. О, ребята, мы можем... Отлично. Да-да-да, давай фокус, короче. Иду с ним на школу. И там все, дай, что есть. Мы на школу, завалить бы всех боссов. Такую тему. Иди вместе вот с фокусом туда. Там еще динозавра убьете. А мы с тобой, Ваня, шли за мной. Он сказал динозавра? Второе, второе, остановись. Фокус, чеки кейс. Бывают не лутаются. Ага, вот так вот. Фокус, чеки кейс в канаве. Я пошел чекать кейс в канаве. Ну, его 100% должны были залутать. Так. Его второй чек нет, они пошли. Да, залутали. К сожалению, могло бы, кстати, быть еще больше. Возможно, там выпал слит какой-нибудь еще с другого типа. Но можно поставить какой-нибудь действительно крутой рекорд. 7,2 уже. 8, конечно, мы не набьем. Но если будет очень вести, можно закрывать ботов, из которых, опять же, может быть красный луч. Так что может быть и такая ситуация, типа подождать, пока боты заресаются еще раз, закрывать их и собирать просто красные предметы. Ну, а фиолок у нас еще много. Скинуть все это можно будет. Так, я тогда пойду сразу то здание лутать. Непонятно, здесь лутались или нет. Блин, а что, все открыто почти? А, только оружейка. Можно и такие открывать. Мало ли золотая пушка дропнется, это будет вообще имба. Ну, обычно, конечно, падает всякий мусор. Блин, жалко, что вора еще нет. Его то ли закрыли, то ли что. И он вообще не появился. Еще, кстати, ведь есть магазин. Возможно, в магазине... Прикиньте, в магазине груда продается. Вот это будет вообще имба. Конечно, вряд ли, но, блин, все бывает. Так, босс как раз-таки стоит. С аптечками тоже лутать, давайте падать. Ну, конец, я думаю, это с аптечками еще. Сегодня, я думаю, палку еще. Ну, вообще, я завсюду падаю. Завсюду не знаю, но с аптечками выбрали. Да, они даже с оружиек падают. Не в первый же день сезона. С первых же оружиек так же выпало. Мне чел, скал ему в первый день. Изи катка. На четвертой карте 13 часов выпало. 7 и 3 уже выкладка. Она явно будет больше. Ну, не сильно, конечно, но она явно будет больше. Да, я так пробую. Блин, теперь у меня, короче, твинг богаче, а снова будет. Даже немножко обидно. С одной стороны. Иди отсюда. Кстати, у меня тоже отмечается урон. Мачете. Тоже деньги, кстати. А, еще тепла, кому можно в магазинку купить. Ну. Давайте я куплю сам. Типа, конечно, можно бы, чтобы они мне купили, но я могу сделать это сам. Честь, Паша. А там лимитка стоит 300. Закатку на кейсах только можно. Ботик, уйди, пожалуйста. На 300 тысяч. На 200 упало пока же. Прикиньте, сейчас меня нокнут, короче, и Бот кинет хе-шку и добьет меня. Вот это будет прям жестко. Из-за всей эти боксы, которые я открыл, мне выпала одна линза. Но мы с вами пришли не руинить катки, а просто фармить. Так что все нормально. Блин, вот кейсов мало. О, лазерка, кстати, цепляется на пистолет. Можно по приколу походить, на самом деле, обвесы пособирать. Они там еще 1050 дадут. Чисто ради рекорда. Так, там, да, вот кейс и второй. Здесь минуту у нас. Я думаю, что вам же на одной стороне двигаться, в принципе. Потихоньку дойдем. Просто с ящика. Вот реально, просто с ящика выпало, прикиньте. Жесть. О, кость мутанта выпала. Здорово. Просто 100 тысяч сюда. Просто жесть. Вот реально, просто с любого ящика может такая штука дропнуться. Так что теперь есть очень большой смысл закрывать и ботов, и открывать ящики. Потому что, во-первых, это достижение. Но, во-вторых, 128 тысяч, если вы бедный, то это не лишнее. Самое крутое то, что я вхожу, фиолку выкидываю. Причем, которая стоит уже там 15 косарей. Так, все, идем к выходу. Нам еще докинут сколько-то. Но будет где-то, наверное, 7 и 7. Потому что 8 мы, видимо, не доберем. Ну, с ящиков как-то скудно падало. Тут бот красным горит. Я не заметил. Здорово. Сейчас мутанта выпало. Кстати, да. Вот такая тема постоянно бывает. Сейчас к домам не вернулся, бред. Все. Я не заметил. Просто мне многие тоже писали, что вот, ты пропустил красного ботам. Я же не смотрю их по привычке. А, они бывают красными. Такс. Угу. В этом тоже ничего? Угу. Не знаю, у меня она вообще не падает почему-то и такой смутант. С этих смутантов тоже, я не знаю, я убил штук-30, наверное, уже за сезон этот не было. Всего падает. Погнали, первая аптечка моя и сразу кость мутанта. Ладно, честь выпала. Да, да, мы еще не скидывали в курсы. И меня тоже, подождите. Сейчас, сколько? Ну, не меня, ребят, подождите. 250 это с тремя компонентами и фиол. Ну, у меня повкуснее, чем у вас себе. Второй не выходи, пожалуйста. Так, она писала про подсумок, то, что я могу ткань заменить на подсумок. Только, конечно, выклазка будет меньше, но ткань же опять стоит 60 тысяч. А любой компонент, который нам дадут, уже там стоит приличную сумму. Пытайся. Капец, и как вообще это забирать? Там было черное письмо, чего? Чего? Вон, возьми подсумок. Так. У нас сейчас наберется 8 лямов, спокойно, мне кажется. Теперь нам нужно собирать все самое ценное. Ух, две пластины мне надо будет его сейчас еще и мусоркинуть. Ох, ё-моё, прикиньте. Вон кость мутанта там еще нет. А сколько костей мутанта мы нафармили с вами? Три штуки, прикиньте. А писем? Пять штук, чего? Пять писем? Это, пацаны, прям лютый рекорд. Все, больше никак. Все. Выкладка, пацаны, 8 и 3. Эти пятую броню, которая поддалась, типа. Жесть. Это, между прочим, нам еще сейчас что-то скинут, хотя там явно будет очень мало. Это рекорд лудова, Зонета, рекорд луда. Ну, слушайте, Ратко насыпало и, в принципе, со многим нам очень сильно повезло. Хотя не сказать, что мне лично везло, но, видимо, вся катка была очень даже удачной. Пацаны, мы теперь богаты, видимо. Так, ну что, теперь нам выдают последний лут. Так, второй. Смотри, вот эти вот обвесы все положи себе. Вот ТМКшка. Все, спасибо за игру. Хорошего тебе настроения, удачи. Пока-пока. Так, выкладка не написана, да, пока что у нас. Но нужно понимать, что мы с вами вынесли... Что тут, миллион накопится? Нет? Интересно, сколько? Ну, еще 600 тысяч практически, учитывают эти компоненты. Не, ну, слушайте, так-то, так-то получилось. Получилось больше 8 миллионов, получается, сет нам дали, 9 миллионов. Но я думаю, что это однозначно рекорд. То есть это рекорд, и нужно учитывать, что так будет не всегда. Но вот именно сейчас получилось очень жестко. На этом, друзья, все. Ставьте лайк, подписывайтесь. Ну и до завтра в новом видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok